Спасибо. И последний вопрос. Четыре года назад, точнее четыре года, прошло с подписанием лидерами России, Азербайджана и Армении заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта 2020 года. Как вы оцениваете значение этого документа? Мне кажется, что сложно переоценить значение данного трёхстороннего заявления. Россия, в том числе лично президент нашей страны, проложили значительные усилия для достижения договорённостей, которые остановили кровопролитную войну. Спустя всего два месяца в Москве в январе 2021 года по предложению президента России прошёл саммит с участием глав Азербайджана и Армении, где был дан старт мирному процессу. Также была осознана трёхсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров трёх стран по разблокированию всех экономических транспортных связей на Южном Кавказе. А в дальнейшем, на основании заявления 9 ноября 2020 года, был сформирован весь комплекс трёхсторонних договорённостей. Были определены основные направления армяно-азербайджанской нормализации, это и выработка мирного договора, и снятие взаимных транспортных озабоченностей, имеется в виду блокады, и делимитация, и демаркация границы, и развитие контактов по линии гражданского общества. Ну и когда шла активная работа на такой трёхсторонней основе, удалось добиться реальных, серьёзных результатов по широкому кругу вопросов. Например, в июне 2023 года в рамках трёхсторонней рабочей группы мы были близки к практическому восстановлению транспортных маршрутов в регионе, однако под давлением Запада Ереван, как было сказано, заморозил своё участие в группе, а затем и во всех трёхсторонних форматах. Давайте будем откровенны и просто признаемся, что США и Европейский Союз, которые пытались применить на себя роль посредника, сами не смогли ничего придумать, они лишь копировали наши наработки, но при этом извращали их суть, в надежде подмять мирный процесс под себя. При этом истинная цель, очевидно, они хотят взять, наверное, регион под контроль, влезть в него, выдавить из него Россию, заодно выдавить ещё и Иран, и Турцию. Кстати, очередной очаг напряжённости им абсолютно всё равно, им абсолютно плевать даже на судьбу Южного Кавказа, на людей, на судьбы их, у них свои собственные амбиции, и мы, в отличие от западников, заинтересованы в безопасном, стабильном, процветающем Южном Кавказе. Мы там присутствуем, там наши интересы естественные, исторические, экономические, гуманитарные, финансовые, разные. Мы готовы развивать этот регион, и потому что это в наших интересах, и потому что это гарантия стабильности и безопасности на этой части нашей планеты. Российская страна готова оказывать азербайджанским и армянским партнёрам и впредь всестороннее содействие в целях достижения устойчивого мира и благополучия в регионе на основе трёхсторонних договорённостей на высшем уровне. Редактор субтитров А.Сёмкин